Мя-ни-ни русские, сладкие, мятные. Мастер-класс по росписи имбирных пряников в Центре социального обслуживания Вера начался с песен и интересного рассказа об истории этого лакомства. Говорят, первые пряники на Руси появились еще в IX веке, когда в рецепт так называемого медового хлеба, заимствовано у варягов, наши предки начали добавлять травы и пряности. А уже к концу XIX века в нашей стране насчитывалось около 20 сортов этого лакомства. Пряник – это символ праздника, хотя его делали не только по праздникам. По способу приготовления пряники делят на три вида – печатные, вырезные и лепные. Для участников программы «Активное долголетие» Центр Вера закупил 100 имбирных заготовок на Покровском пряничном заводе, а также равноцветный айсинг, так называется глазурь, который расписывают пряники. Роспись оказалась делом хоть и творческим, но довольно трудным. Сложности, конечно, нет, нет навыков еще тех, их нарабатывать надо. У кого-то получалось лучше, у кого-то хуже, но мастер-класс понравился всем без исключения. Очень красиво, трудоемко, конечно, но все получается. Все рады, наверное, и песни тут нам пели, очень хорошие. Ну, мы довольны. Во-первых, ручками работаем, во-вторых, сладко. Созданные своими руками пряники пенсионеры могли забрать себе. Домой покажем родным своим, чем мы тут занимаемся. Трогодность шесть месяцев стоит. Пусть кто-то придет и посмотрит. А это я подарю внук, у меня внук много, я как бы влачу подарю. Это машина, машину я подарю в лучке, пусть она угадает. Поэтому я и расскажу, как эти делаются пряники, как вот мы среди женщин, как нам показала наша руководительница историю действительно вот этих пряников, не только тульских, но и калужских, и многих других. В рамках губернаторской программы «Активное долголетие» видновские пенсионеры уже познакомились с такими народными промыслами, как дымковская игрушка, хохлома и городецкая роспись. И впереди у них еще много интересного. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Елена Кошлева. Видно этого.